Покидать рабочее место, чтобы поправить рога, водителю троллейбуса больше не придется. Так и приемниками теперь можно управлять дистанционно. Это одна из функций новых машин белорусского производства. Кроме этого, транспорт может ехать вовсе без электрического питания. Автономного хода хватает на 20 километров. Водители признают, управлять гораздо удобнее. Чем стареньких? Ну, естественно, конечно. Видите, какая эргономика, все под рукой. Евгений Петряшин за рулем троллейбуса уже 15 лет. Рев машины для него теперь остался лишь приятным воспоминанием. Раньше были старые машины, просто мне нравились именно почему-то, не знаю, троллейбусы. Ну, они раньше ревели, так, у-у-у, как бы, ну, там мотор-вентилятор стоял, то есть контакторные машины. Ну, и просто первая поездка на меня, ну, произвела впечатление. Семь новых троллейбусов МАЗ закуплены на федеральные средства при поддержке Минвостокразвития России. Их стоимость более 200 миллионов рублей. Машины сразу встанут на маршрут трех вокзалов. Аэропорт, автовокзал, вокзал железнодорожный. А позже и на другие. Мы сейчас должны реанимировать с учетом этих машин, попробовать раскатать, ну, проспект 60 лет октября до первого микрорайона. Можно восстановить маршрут, ну, и с прицелом, что уйти на южный микрорайон. У нас еще будут поставки на следующий год, обещает нам машина. Но там автономный ход будет уже 40 километров увеличенный. То есть мы, в принципе, можем достать любую точку города. Вот микрорайонов много строится, знаете, вот Ореховая сопка. Мы, вот уже придут 40 километров, мы спокойно сможем открыть туда маршрут. И он будет частично под сетью идти. Пополнение автопарка оценили губернатор Михаил Дегтярев и мэр Сергей Кравчук. Обновлять общественный транспорт в краевой столице будут постепенно. По утвержденному мастер-плану. В следующем году только на Хабаровске у нас 16-й ролейбус, 10 трамваев. А суммарно по программе развития города по мастер-плану у нас почти 200 автобусов. За 24, 25, 26 годы будут обновлены. Мы планируем именно вот благодаря этим троллейбусам открывать дальше маршруты. Это и Ореховая сопка, это и строящийся микрорайон по улице Воронежской. Новые автобусы, троллейбусы и трамваи планируются окрашивать в единый оранжевый цвет. Такой апельсиновый транспорт должен стать узнаваемым символом Хабаровска. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.